Завершая оперативное совещание, Ради Хабиров заявил о том, что пришло время, как он выразился, к сожалению, поговорить о более сложных вещах. А именно о том, как обстоят дела с ремонтом так называемых фонящих дорог. Напомню, что этот термин изобрела экспиарщица Хабирова, а ныне осужденная мошенница Елена Прочаковская. Вопросов к этому процессу и вообще к самому термину фонящие дороги, конечно, масса. Отдельные вопросы у правоохранителей, например, должны возникнуть к самому факту формирования фонда по ремонту этих самых дорог и к механизму выбора объектов, которые включаются в эту программу. Но пока, насколько мне известно, эта программа не проверяется силовиками. Надеюсь, что это случится в будущем. Доклад на эту, как выразился Хабиров, печальную тему делала все та же исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства Любовь Минакова. Напомню, что когда в прошлый раз, несколько месяцев назад, эту тему затрагивали, Минакова, не желая брать на себя наследие Клебанова, однозначно заявила о полном провале проекта фонящей дороги. На тот момент контрактов не было заключено, план был абстрактным, деньги зависали. Ну, то есть, обещать-то пообещали, а к реализации не приступили. Это было некоторое время назад. Теперь Любовь Викторовна осторожно сообщила, что проект, призванный решать самые острые вопросы бездорожья в Республике Башкортостан, будет реализован в лучшем случае в 2026 году. То есть, завершены все работы. 30% объектов, которые включены в этот перечень тех самых фонящих дорог, до сих пор даже не законтрактованы. На подавляющем количестве объектов, входящих в планы работ, эти самые работы начнутся, как выразилось, Минакова в июле. Видимо, она не ориентируется в реальном времени и подзабыла или, может быть, перепутала. Она ведь уже в июле и находится. Причем июль этот самый находится вполне себе в зените. Вообще, Минакова тщательно избегала упоминать точные даты, суммы, названия подрядчиков, да, собственно, и многие названия объектов она так и не обозначила в своем докладе. Остается неразъясненным и ее постоянно упоминаемый термин «приведение дорог в порядок». Каким образом этот странный абстрактный термин сочетается с государственными стандартами состояния автомобильных дорог, например? Совершенно непонятно. И как они там будут контрактоваться? Вот по этому абстрактному понятию или все-таки по государственным требованиям? Непонятно. Единственное, что достаточно внятно заявила Любовь Викторовна, это то, что центральные улицы Уфы будут отремонтированы точно к выборам дорогого Раде Фаритовича. Чтобы избиратели Хабирова в столице республики Башкортостан могли ощутить на себе, как похорошела Уфа при дорогом Раде Фаритовиче. Это, безусловно, будет сделано. То есть все силы брошены на проспект Салавата-Юлаева, проспект Октября и некоторые еще другие дороги. Под занавес пришлось немножко поговорить и про дороги, которые должны были бы оборудованы к садовым товариществам, что тоже понаобещал дорогой Раде Фаритович сгоряча недавно. Увы, Минакова сообщила, что работы так и не законтрактованы до сих пор. А на дворе, напоминаю, Минаковой уже середина лета, ровно календарная середина лета. И в лучшем случае вот эти подъездные пути к товариществам садовиков и аграриев отремонтируют только к октябрю месяцу. Ну, видимо, обещать садоводам райскую жизнь Хабиров из-за этого конфуза не перестанет. Ну, подумаешь, не сделали то, что пообещали. Ну, так умеешь, пообещали, готовы переобещать. В общем, конечно, Минакова демонстрирует нам как вполне себе осмотрительную осторожность. Она не пытается вводить в заблуждение Хабирова и обещать ему невозможное. Но при этом она, конечно, очевидным образом расстраивает дорогого Ради Фаридовича, потому что ему сейчас нужно ежедневно, ежечасно являть народу чудеса эффективности, производительности, а самое главное чудеса честности. Потому что претензии к честности Хабирова – это одни из главных претензий, потому что наобещал он много, а вот сделал почти ноль.